Своих выхованцев головный тренер Академии Александр Горох выучит не конфликтовать помеж собой, а допомогать один-одному. Першопочатковой суды приходится научиться обороняться и оболодать приемами. А с часом у спортсменов заявляется ожидание выступать на споборництвах. ММА у Беларуси зараз переживает бум популярности. Навод подчас пандемии регулярно проводятся бои. Цар от беларусов в смешанных одиноборствах ведомые Андрей Орловский, Артём Дамковский, Алексей Кудин, Павел Катрунов. Сегодня УФС это громадное шоу из тех же спортсменов, которые участвуют в этих мероприятиях. Если он хороший боец, но он себя ведет скромно, тихо, он, наверное, не интересен. Он должен быть распиарен, он должен звучать где-то не только в октагоне, но и в обычной жизни. Павел Катрунов в свете ММА, вядомый, как торнадо, выступает 12 годов. За этот час Мазыранин завоевал звание мастера спорта международного класса по панкреционе и универсальным боем, мастер спорту по ушу Санда и рукопашным боем. Становился шматразовым переможцем и призером республиканских турниров. Успись и поспехов и перемога у белорусской лизы профессийных боев Макс Файт. Я отправил заявку по интернету, все, отправили, и мне дали бой. Если я его выиграю, то я участвую. Пацан был Ислам Гугов, очень сильный, он третий сезон, он вышел в финал, но по травме он снялся и не смог участвовать. Он неоднократный чемпион мира по грэплингу, большое количество боев у него было, ну ниндзя вообще. И все думали, что не пройдешь, реально очень хороший парень был. И я его выиграл в первом раунде, и не просто, а удушающим. А поздние три года Павел Катрунов провел у Китая. Там он тренировал мясцовых спортсменов. Зараз у Беларуси рыхтуется довертание у октагон. Тренер спортсмена каже, что его подопечный еще не до конца реализовал свой потенциал. Если мы с Павлом правильно зайдем в соревновательный процесс, проведем пару проходных боев, то есть он почувствует себя в октагоне, почувствует, что действительно он готов, то будем дальше двигаться, надеюсь, что еще все впереди, еще не все медали завоеваны. У Мазырским филиале Академии ММА сегодня займается больше, как 100 бойцов розного взросла. За три года тут поспели подрехтовать 8 майстров спорта и больше за 100 кандидатов. Шесть выхованцев клуба включены в состав сборной краины по панкратеоням. Вероника Гамзюкова, Максим Савин, Павел Антонов. Телерадиокомпания «Гомель» с Мазыра.